Добрый день, уважаемые друзья. Я очень рад всех вас приветствовать на шестом международном форуме технологического развития Технопром-2018. По традиции он проходит здесь, в Новосибирске, в одном из важнейших деловых, промышленных, интеллектуальных центров нашей страны. В регионе, где сосредоточены крупные высокотехнологичные предприятия и научно-образовательные учреждения, расположен и всемирно известный новосибирский академгородок с его мощным инновационным потенциалом. С некоторыми разработками, созданными при участии учёных Сибирского отделения Российской академии наук, мы только что познакомились на выставке, организованной в рамках форума. И отмечу, что в её экспозиции, безусловно, очень интересные, перспективные отечественные проекты в самых разных областях знаний, от наноматериалов до медицинских и аэрокосмических технологий. Надеюсь, что благодаря этому форуму, объединившему представителей и их властных структур, и науки, и бизнеса, и институтов развития, они получат необходимую поддержку и дальнейшее развитие. В современных условиях быстрых технологических изменений, глобальной конкуренции за научное, индустриальное первенство, такие мероприятия, как технопром, безусловно, востребованы и в высшей степени важны. Сегодня именно знания и высокие технологии в этой аудитории не нужно. Об этом, конечно, говорить, тем не менее скажу. Определяют эффективность экономики, позволяют кардинально повысить качество жизни людей, модернизировать инфраструктуру и госуправление, обеспечить правопорядок и безопасность. По сути, от передовых технологий, их эффективной разработки и быстрого, что самое главное, внедрения, зависит жизнеспособность целых народов, целых общества государств, позиций стран в мире, особенно таких крупных государств, как наша, как Россия. Потому научно-технологический прорыв мы поставили в число ключевых национальных целей и приоритетов. И убеждён, мы способны его совершить, объединяя усилия государства, бизнеса, научно-образовательного сообщества, расширяя свободу для инициативы и творчества наших людей. В последние годы мы планомерно увеличили финансирование науки, обновляли инфраструктуру исследований и разработок, формировали комфортный климат для запуска наукоёмких производств. Ну, так, для примера могу сказать, что за 17 последних лет финансирование науки в реальном выражении выросло в 3,7 раза, а в действующих сценах и намного больше – в 23,6 раза. Конечно, если сейчас поговорить со многими здесь сидящих в зале, скажут, что этого недостаточно, и я соглашусь, этого недостаточно, но исходим мы из наших возможностей, хотя и будем, разумеется, двигаться по этому направлению дальше. Мы создавали и будем создавать условия для привлечения в науку способной, талантливой молодёжи. И вновь подчеркну, мотивировать ребят нужно решением амбициозных, значимых задач. Надо предоставлять им возможность для самореализации, для достижения высоких научных результатов, сделать всё для того, чтобы они чувствовали себя востребованными. Одновременно необходимо, и мы будем это делать, повышать привлекательность нашей науки для учёных со всего мира, формировать для них точки притяжения. И я вас уверяю, такие точки есть. Я в некоторые центры приезжаю и смотрю, как работают там наши коллеги из многих стран мира. На вопрос, от чего именно здесь, ответ конкретный, приятный, потому что здесь у нас есть над чем работать совместно, есть привлекательные направления деятельности, привлекательные перспективные разработки, в которых наши специалисты продвинулись и продвинулись часто дальше, чем их коллеги. Созданы условия для совместной работы. Нужно накапливать свои компетенции за счёт международной кооперации. Чрезвычайно важные направления. В том числе на эти цели направлено развитие в России новейших установок класса Мегасайенс. С их помощью учёным предстоит найти ответы на так называемые «большие вызовы» – исчерпание ресурсов, болезни, нехватка продовольствия, экология за счёт развития новых видов энергии, материалов, лекарств, качественных продуктов. Вот сейчас на выставке такие направления были представлены. В наших планах создать сеть из таких установок – от подмосковного противна до новосибирского академического городка и острова Русский в Владивостоке. Эти установки станут хорошим вкладом в решение задач пространственного развития России в появлении территории с высокой концентрацией исследований и разработок. Одним из флагманов здесь должен стать и новосибирский академгородок. Но, собственно говоря, он является таким флагманом. Но будем всячески поддерживать это его качество. Соответствующие поручения были даны в начале текущего года. О ходе его исполнения коллеги сейчас проинформировали, надеясь, что все наши планы будут реализованы в срок и с должным качеством. Могу также сказать, что региональными властями, научным сообществом проделана очень серьёзная подготовительная работа для реализации этих планов. Вместе с тем, рассмотрение проекта, безусловно, продолжается. По сути, на форуме проходят его первые публичные обсуждения. Очень рассчитываю и на ваши конструктивные замечания и предложения. Подчеркну лишь, что одним из ключевых направлений развития академгородка должно быть создание новых высокотехнологичных, конкурентоспособных производств, в том числе ориентированных на экспорт. И в этой работе наш бизнес должен принимать самое активное участие. Должен сказать, что вот этот бизнес, ориентированный на высокие технологии, у нас развивается очень приличными темпами и даёт очень хорошую отдачу. Результаты демонстрируют очень хорошие. И ещё знаю, что среди других актуальных тем вашего форума – совершенствование механизмов практического внедрения научных разработок. У нас здесь традиционно очень много проблем всегда было. Но хотел бы повторить, эту цепочку, безусловно, нужно выстраивать так, чтобы перспективные научные идеи быстро, в максимально короткие сроки получали прикладное применение, превращались в успешные коммерческие продукты, чтобы затраченные интеллектуальные ресурсы приносили реальную отдачу, служили на пользу российской экономики и промышленности, повышения качества жизни наших граждан. Уважаемые друзья и коллеги, убеждён, что общими усилиями мы непременно решим все стоящие перед нами задачи, обеспечим мощный научный и технологический рывок не только Сибири, но и всей страны. Обязательно добьёмся того, чтобы наша страна укрепляла свои позиции среди лидеров научно-технологического развития. Ну и в заключение я хочу пожелать, безусловно, участникам, гостям этого прекрасного мероприятия, технопрома интересного, плодотворного общения, успехов, всего самого доброго. Знаю, что среди участников не только российские представители различных направлений деятельности, науки, бизнеса, общественных организаций, но и наши коллеги-друзья из-за границы. Хочу их поблагодарить за то внимание, которое они уделяют совместной работе с Россией. Желаю вам успехов. Большое спасибо за внимание. Удачи.